На предыдущих занятиях мы изучали меню, создавали меню, создавали простое меню, создавали более сложное меню с дополнительными развертываниями вкладок. И сегодня мы добавим иконки к нашему меню. Для этого необходимо их заготовить иконки. Для начала, после того, когда вы их заготовили, можно их использовать. Но для того, чтобы добавить любую иконку, необходимо вызвать метод seticon. Вы должны сначала определиться, для какого пункта меню необходима иконка. Вот, допустим, в Eclipse пункта меню, для Save As, Save All у нас вот такие иконки есть. Для, допустим, для вот этих пунктов меню иконки не нужны. Для других нужны там какие-то другие иконки и так далее. Поэтому, когда мы определились, мы, допустим, знаем, что для, например, я сейчас запущу эту программу, вот для вот этого пункта 3, например, вот, пункт 3, мне нужна иконка. Вот, я знаю, что она для него нужна. Следовательно, я нахожу наш пункт 3, вот он. Нахожу его объект. И через него, через вот эту ссылку объекта, я его вызываю метод seticon. Таким образом, я добавляю иконку. Иконку к этому пункту меню. Икон — это интерфейс. Следовательно, мы не можем создать его объект. Но мы можем использовать его implementation. Image.Icon. Это классный мы Image.Icon. И по параметрам конструкторов мы передаем путь. Путь к нашему, к нашему иконке. Ну, в данном случае иконка написана в png файле. И она находится в нашем проекте класс пассе. Поэтому мы просто, скажем, допустим, 2.png вызовем. Таким образом, мы для пункта 3 добавили иконку 2.png. Я запущу. И мы видим, вот наш пункт 3 с добавленной иконкой. Какую иконку вы добавите, это уже зависит от того, что вы хотите сделать. И какая постановка задачи. Какие требования. Все зависит от требований. Поэтому вы подготовили какие-то необходимые пункты. Подготовили уже иконки. И просто их добавили к пункту. Можно ко всем пунктам добавить иконки. Можно каким-то добавить отдельно пунктам. Каким-то не добавлять. Ну и допустим, ко второму пункту добавить. Просто выбираем вот объект. Пункт 4. Вот пункт 4. Выбираем его объект. Вызываем через него метод setEcon. Передаем imageEcon. По параметрам конструктора этого класса передаем путь к нашему файлу. Ну допустим, давайте еще добавим еще к этому пункту. Допустим, вот submenu3. К submenu3 добавим. Submenu3. Это вот оно. Вот эта ссылка на объект. И с помощью нее мы вызовем setEconImage. И передадим сюда instanceImage икону. Допустим, 3.png. Таким образом мы добавили до вот этого пункта вот эту иконку. Теперь смотрим на выполнение. Вот выпадает наш еще дополнительный список. И мы видим, вот у нас вторая иконка на этом пункте меню. Таким образом, вот это submenu3. Это объект нашего gmenuItem. А itemmenu3. Это gmenu. Следовательно, мы можем добавлять иконки не только к gmenuItem или не только к gmenu. Мы можем добавлять их хоть к gmenu, хоть к gmenuItem, хоть к какому-либо другому компоненту. Не важно, это gbutton, glabel, еще там какой-то компонент. Мы можем, допустим, создать glabel. И методом setIcon. Добавить сюда imageIcon объект. Передать какой-то картинке. Не обязательно png, можно jpg и так далее. И таким образом у нас будет лейблка. У нас нет надписи ни на лейблке, но у нас есть иконка. Заместо лейблки мы увидим нашу иконку. То есть, иконка это будет наша лейблка. Или же мы можем даже еще и надпись некую поместить. То есть, мы методом setIcon можем добавлять иконку не только к нашим пунктам меню, про которые сейчас идет речь. Но и к любым другим компонентам. gButton, gRadioButton и так далее. Итак. Аналогичный метод setIcon у gRadioButton. Если же мы можем к gMenu добавлять нашу иконку и к gMenuItem, следовательно, нам никто не помешает добавить к gMenu в наше самое вот это верхнее меню иконку. Но давайте добавим к нашему меню 1.com. И запустим. Таким образом мы увидим, что у нас не просто здесь надпись на вот этом пункте меню, но еще и она с изображением с каким-то. То есть, меню приводится к более красиво удобный вид. Ну, вы, меню, которое создавали по подобию какой-то уже существующей программы или же какой-то свое. Создавали. Теперь вы можете добавить сюда иконки к своему меню и оно примет более красивый вид. Итак, теперь давайте добавим еще, что еще я хочу сказать. Размер изображений играет важную роль. Допустим, я возьму сейчас, добавлю к этому объекту, к пункту 1, добавлю икон. И добавлю сюда 1.png. Я добавил. И теперь мы видим, что 1.png у меня картинка на большего размера, чем вот эти две. Таким образом мы видим, что пункты увеличились. То есть, размер картинки влияет на то, как будут отображаться наши пункты. То есть, вот эта картинка, чтобы она более компактно отображалась, не была более широко раздвинутой и тому подобное, необходимо ее уменьшить. Потому что у нас отображается полный вид нашей картинки. В принципе, теперь вы можете добавлять иконки не только к меню, но и к другим компонентам, которые вы используете.